Так что очень приятно сегодня с вами встретиться. Обратные связи здесь не очень активны, чтобы у нас был обратный связь, но ничего, мы можем активно и смски писать и так далее. Поэтому, раз сегодня у нас такая обзорная тема нашей работы, простые шаги, приводящие к успеху. Простые шаги, вот простые становятся все шаги тогда, когда мы это уже в практике проходили, когда новички приходят. И вот любой шаг, который бы мы им не подсказали, для них это какой-то трудности. Но когда ты это в практике показываешь, когда ты самоделаешь и он это видит, она становится простой шагей. И вот это простые шаги для нас, те, которые работаем, которые квалификации, которые лидеры в компании, мастера, лидеры, консультанты, эксперты, много у нас квалифицированных кадров. Вот для них, правда, это простые. Так что я желаю для всех, чтобы эти шаги стали, правда, простыми для всех вас. И идем вперед. Значит, вот самое интересное то, что почему люди, которые, вот я начала эту тему, и вот наша слайд тоже это показывает, почему, например, у людей не получается, почему терпят неудачу. Потому что нет у партнеров, у людей, у клиентов, нет столько навыков, которым может быть вот эти рекомендации, эти привлечения инвестиций, они правильно делают. Что-то неправильно, они уже блокируются, у них уже барьер появляется, и почему-то потом становятся вот эти шаги трудными, да. Поэтому мы по шагам пойдем сейчас, по маленьким шагам, и это будет ясно, как будет интересно каждому человеку идти вперед по маленьким шагам. Вот любой человек, который решил уже регистрироваться, он уже инвестор, он выбрал для себя инвестиционный пакет, он уже выбрал, осмысленно выбрал, он выбрал не только пакет, он выбрал дорогу, которая есть у этого проекта. Он смотрит в будущее. Так или иначе, это, знаете, любой человек, который прослушивает нашу конференцию, нашу презентацию, да, у этих людей, которые становятся нашими инвесторами, они все равно же другого категория, другого видения. Вот эта категория другого видения представляет себе. Вот вы посмотрите возле себя команда, которая у вас есть, люди, которые оформились, люди, которые купили пакеты, да, у них абсолютно другое видение, потому что сама уровень компании такой, сама тема такая, транспорт, инновации, будущее, завтрашний день, новые технологии, новые образования, новые специальности, новые доходы, новые навыки. И вот эти люди, которые уже зарегистрировались у нас, да, значит, у них все равно же другое видение. Мы должны оценить хорошо их ситуацию. Это не простые люди. Это не люди, которые в любой дистрибутерской компании пойдут, например, на продукт будут работать или инвестироваться. Да, они будут инвестироваться за здоровье, но все равно же, я так считаю, что в этой компании партнерские команды, ну, партнеры, клиенты, инвесторы, они другого уровня людей. Поэтому мы тоже должны подойти к ним, даже те, которые решили работать с реферальной программой, мы тоже должны подойти к ним, работать и предложить работу по-другому. Не так, как везде, в других сетевых компаниях. Я считаю, что у нас другой должно быть имидж и абсолютно все по-другому. Поэтому мы вот, компания нам дает шаблон тренингов. Это одно. А другое еще будет то, что мы знаем в практике, что мы можем дать вам от себя, что мы сделали, как мы до результатов дошли, как мы сумели сделать большие результаты. Ну, например, Грузия, да. Я сама грузинка, я сама куратор регионального развития Грузии, поэтому у меня есть какой-то опыт в этой компании за три года. Да, три года я как работаю, да. Ну, давайте начнем с самого малого, когда человек уже довольный тем, что он инвестор. Вот пришел, он сделал инвестицию, я так хорошо помню каждого лица, который вот, я работала лично, я помню лица людей, которые с удовольствием инвестируют. Представляете, вот с удовольствием, потому что им нравится этот проект, им нравится этот продукт, и они с удовольствием. Вот как вы думаете, когда человек так с удовольствием инвестирует, как он может с удовольствием сказать кому-то и приглашать кого-то на эту тему? Или на этот продукт, или на встречу куратору, или на встречу спонсору, или на встречу другому партнеру, да. Каким с удовольствием он это делает? Вот самое главное, вот написано, первый шаг, друзья, первый шаг это приглашение. Но все, все результаты в бизнесе, все, что у нас есть результат, это все начиналось с первого звонка телефона, с первого звонка. Все результаты начинаются с первого звонка. Так что вот этот первый шаг приглашения, самое главное, что мы должны в этот момент иметь, это настроение, это большое желание передать другим свою эмоцию. Это все наше, от сердца выходит, когда ты берешь телефон и звонишь своему другу или подругу или кого-то, да, сразу же по телефону чувствуется, что ты какая-то счастливая, какая-то, вот представьте себе, какие мы, когда мы приглашаем. Вы знаете, мы заходим в квадрате, ну как сказать, чтобы далеко не зайти, не перейти тему, значит мы инвесторы, мы не предприниматели, мы не наемные работники, мы не бизнесмены, мы инвесторы, мы самая высокая категория. И вот инвестор, когда сам инвестировал, не имеет значения там сколько, там тысячу долларов или сто тысяч долларов, вы знаете, и тот, и тот, обе инвесторы. И когда мышление инвестора в голове у нас, инвестор, я инвестор, как ты можешь пригласить? Это не простое приглашение, это не приглашение, когда ты боишься у телефона, дрожишь и так приглашаешь. Это не такое приглашение. Ты скажи себе, что ты молодец, ты супер, ты человек, который сумел инвестировать, значит кто ты? Ты высокий уровень. Вот такой человек как приглашает. Вот это самое главное. Первый звонок осуществляем по телефону. Очень часто бывает, когда новичок сразу пересмотрит свое окружение, сразу пересмотрит и сразу хочет кого-то богатого, потому что он себе богаче. Он стал через день богаче, когда он инвесторовал, поэтому сразу на богатых смотрит, сразу на умных смотрит. Вот вы просто посмотрите на людей, новичков, которые приглашают. Почему они именно кидаются на таких людей? Ну это просто так говорю, кидаются, да? Потому что они выросли после того, как они сделали инвестицию. Они инвесторами стали, поэтому у них видение другое, у них сама оценка уже поднялась, и у них сразу же появилось вот такое желание сразу накинуться к кого-то богатого, умного, бизнесмена, и сразу они хотят, что они вот это поймут, потому что я же понял, он же больше меня, он же еще больше поймет. Вот понимаете, в чем здесь целое это? И вот здесь иногда бывают ошибки. Поэтому вот первый шаг приглашения, очень важно обратить внимание на это. Я очень долго остановилась на этот первый шаг, потому что мы должны все запомнить, друзья, партнеры, вы должны запомнить это. Все результаты начинаются с первого звонка, с первого же звонка начинаются ваши результаты в бизнесе. Поэтому к этому звонку надо готовиться. И вот чтобы готовиться, вот для этого все нам компания сделала, дала вот эти консультации, вот эти наши рабочие форматы, и об этом мы будем сегодня проходить. Мы проходить будем и детально, и на следующих тренингах тоже, но сейчас я хочу, чтобы без обзора я прошла и успела с вами об этом поговорить. Что надо иметь, что надо уметь, что надо знать, какие навыки надо вырабатывать. Поэтому мы вот так проходим, а потом вернемся к каждой теме. Хорошо? Хорошо? Значит, первый шаг – это приглашение. Второй шаг, друзья, во время приглашения, во время разговора бывает интерес человека, и мы ему даем видеоматериал. Или, значит, идет он на прослушивание вебинара, или он участвует в презентации, или оффлайн, или онлайн, или просто презентацию выслушивает где-то в онлайне. Да, у нас сейчас очень много материалов на любом языке, он может выслушать. И это уже второй шаг считается, а потом уже на третий шаг – последующий звонок. Это значит, что мы должны выяснить, когда он уже взял информацию, он на какое настроение, как ему это понравилось и так далее, а потом уже вовлечение в систему поддержки. Это шаг четвертый. Вот знаете, вот так коротко, очень хорошо видно, так как коротко мы доходим до четвертого шага, но на каждом шагу есть детали, которые обязательно дают результат. Если мы эти детали делаем ошибочно, мы потом в конце видим неудачу, поэтому надо вот тщательно смотреть, какие детали надо соблюдать. Поэтому я вот на каждом детали сейчас мы будем останавливаться, да? Будем вот смотреть. Значит, 7 задач спонсора. Вот спонсор считается, здесь подразумевается спонсор, который все эти шаги и детали знает хорошо. Но есть 7 задач у спонсора. Что это за задача? Значит, определение цели своего новичка, вместе с ним отрабатывают эту тему, список имен обязательно, это второй, третье, планирование времени обязательно, четвертое, приглашение на встречу, пятая, презентация, шестое, сопровождение, седьмое, обработка возражений. Вот давайте пройдем по этим темам. Что это значит, друзья? Определение цели, это значит, когда вот я начинала разговаривать, кого мы приглашаем на вебинар, я сказала, что людей, которые заинтересованы, как работать с SkyWord Community, как работать в этой компании, да? Вот это главное. Определите людей. Он должен определиться, что и для чего он приходит, для чего, что он хочет. Если человек не готов работать с нами, не надо ему зря приглашаться на работу. Он стал акционером, он стал инвестором, а потом, если он хочет доходы, и он интересуется реферальной программой, только потом мы все это начинаем. Значит, сейчас у нас дела имеются с человеком, который уже решил работать с реферальной программой. Значит, мы с ним определяем цели. Потому что люди, которые приходят на новую работу, да, в новую сферу, вот инвестором человек пришел, да, у него, конечно, есть цели. В жизни нет цели. Или есть люди, которые, есть мечта, но не знают, что это можно быть целью. Мечта у всех есть, да. Они мечтают, они думают, что дойти куда-то, до какой-то цели дойти, но не знают, как это сделать. Так что спонсор, опытный спонсор, который привлек нового человека, он вместе с ним определяет цели. Потому что спонсор должен знать, куда идти вместе с ним. Вот это главная точка, где и куда мы идем, да. Потом список имен. Ну, список имен – это тема, которая очень такая, широкая тема, я бы сказала, я бы эту тему вообще отдельно для вас сделала, и сделаю, наверное. Но список имен – это инструмент для нашей работы. Главный инструмент, главный инструмент. Так же, как телефон инструмент, как наши блокноты инструменты, да, и дневники, и так далее. Так же, вот, компьютер тоже наш инструмент обязательно, да. Список имен – тоже инструмент. Это большой капитал. Планирование времени. Почему здесь написано третье планирование времени? Потому что у спонсора, кроме новичка, есть еще люди, есть команда, есть работа, есть вебинары и так далее. Много чего есть. Поэтому с новичком обязательно надо запланировать время, чтобы не было раздагрузка, чтобы не получилось, что у новичка времени есть, у спонсора нету, и он остался без внимания, обиделся и сказал, что здесь у меня ничего не получится, у спонсора для меня времени нет. Обязательно надо назначить время конкретное время своему новичку определить время. И приглашение на встречу тоже самое. Здесь нужно время, потому что новичок не знает, как проводить встречу, и надо назначить это время, чтобы спонсором он поработал. Новичок работает спонсором, вместе с спонсором. Он один не работает, он один не говорит, потому что вначале, чтобы не допустить ошибки, я думаю, что все равно спонсора можно, так сказать, попросить, чтобы он проводил тебе встречу. Вот презентация уже. Презентацию проводит спонсор. Первую презентацию все равно же, я думаю, что спонсор должен провести. Да, есть такие люди, образованные, сразу заходят на платформе, сразу на YouTube, находят видеоматериалы, конечно, они даже, может быть, больше нас могут сказать, может быть, больше умнее нас, и профессионально могут рассказать своим друзьям, и не знают, как спонсор будет поступать, но знаете, спонсор что знает? Спонсор знает точно, как направить вот этого нового человека, узнать его потребности, узнать, понимаете, его характер узнать, выявить его потребности, чтобы понять, даже новичок, который друга пригласил, может быть, даже он не знает к этой теме, этот приглашенный, как поступает, как он относится к этой теме, понимаете, вот разница очень большая, а у спонсора есть опыт. Поэтому хоть одну встречу, я для новичков говорю, одну встречу попросите у своего спонсора, чтобы он провел первую презентацию. И вот после презентации, даже вот этот новичок, которого друга пригласил, он не знает, что этому человеку нужно сопровождение, потому что это сопровождение по нашему, если скажем, это внимание после презентации, какой вопрос надо дать ему, как к нему подойти, что спросить, как спросить и так далее, понимаете? Поэтому вот это все регулирует спонсор, поэтому вот назначение спонсора, в этот момент очень важное, да? И вот это сопровождение очень важно после презентации, потому что мы можем уйма информации дать людям, и если нет сопровождения, если нету, так сказать, внимания, этот человек как пришел, так и уйдет, и забудет об этом. Очень редко бывает, когда без сопровождения люди сами доходят до решения. Это редко, ну, хорошо будет, если это часто будет, но все равно же это будет редко, это бывает редко. Это такие, ну, есть такие люди, которые самостоятельно совещают, и им вообще неинтересно, даже по онлайну они могут купить любой пакет и так далее. Конечно, есть такая категория, но сейчас мы говорим о профессиональном работе человека, который хочет работать с нашей компанией, с реферальной программой, чтобы все правильно сделали, да? И вот после этого сопровождения у человека, который уже готов, презентацию послушал, материал нашел, и все, 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 значит, у него начинается не возражение, и возражение это, у него есть вопросы, но эти вопросы как возражения, например, да? И вот здесь надо отвечать на эти возражения правильно, профессионально, поэтому способ все равно нужен, видите? Так что люди, которые не пользуются поддержками спонсора, они пропадают, и если эти люди хотят работать, просто не хочется, чтобы эти люди пропадали, да? И они должны продолжать работу и так далее. Вот смотрите сейчас, самое главное, вот первое, то, что мы должны сделать с новичком, это поставить цели, да? Вот цель, мы начали говорить об этом, и цель это как мечта. Да, у меня есть цель, но он новичок, который пришел, если у него нет опыта ставить цели, если у него нет опыта сделать бизнес, и много чего, навыков нет у людей, да, мы это тоже узнаем, когда близко знакомимся с партнером, новичком, но все равно мы должны обратить внимание на цели именно в нашей компании. Может быть, у него есть цели в жизни, на своей работе, в семье, в личной жизни, но сейчас мы говорим о цели, о нашей компании Skyward Community. Значит, его цели и наши цели как-то должны совпадать. Я очень часто говорю во время встречи, когда заканчиваю деловую встречу, я всегда пользуюсь этими, говорю человеку, что если наши интересы совпадают, значит, мы продолжаем сотрудничество. Если наши интересы не совпадают, я ему желаю добро и успехов в своей жизни, в своей деятельности, да, потому что нас будет объединять одна компания, одна, один продукт, один интерес. То есть это развитие Skyward Community, это развитие Skyward Transport, это развитие строительства, это развитие новых технологий и так далее. Значит, наши интересы как-то должны совпадать. Вот эти цели, которые мы ставим с людьми, опять подчеркиваю, человек пришел со своими целями, но обязательно надо поговорить с ним о целях, именно целях в нашей компании, раз он решил заняться этим делом. Понимаете, в чем разговор? Значит, как мы это делаем? Цель должно быть, вот здесь написано, Франтишек Сонарий создал вот эту уникальную, так сказать, систему обучения, и вот он назвал это смартным. С. Конкретная и понятная цель. Что это значит? Что мы обязательно должны поставить, кто, такие вопросы, кто, что, где, когда, что потом, зачем, с кем. Вот эти вопросы надо использовать, когда человеку с партнером, новичком вы ставите цели, обязательно. Потом, цели должны быть измеримы. Цели должны быть измеримы, потому что по-другому цель никак не определишь. Она должна быть достижима. Она не должна быть такой глобальной, если человек сказал свою цель, и никогда этого не достигнет. Это, знаете, что сделает потом? Этого человека абсолютно заблокирует. Если вы соглашаетесь на его недостижимые цели, он не доходит до этих целей, например, миллион долларов, что-то, ну, очень часто бывают, такие вещи говорят, или что-то такое, он этого не достигнет. Спонсор это видит, что этого не будет. И не надо стесняться, и не надо таять от него, что этого, нет, не надо его хвалить, что вот у него такой глобальный цель. Нет, цель должна быть достижима, и вы должны довести этого человека до достижимого цели. Надо показать, что достижимо в этой компании, в этой системе, сейчас, в это время, и что недостижимо, понимаете, чтобы он не попал потом в депрессию, чтобы не заблокировался, вообще не сказал, что у меня ничего не получилось. Значит, цель должна быть актуальна. Вот эта актуальность и есть наше совпадение интересов, друзья мои. Это значит, наши интересы, когда совпадают, это значит, что этот человек пришел и поставил цели именно на нашу компанию, именно с нами, именно на нашу работу. Конечно, его остальные цели тоже, конечно, это его жизнь, но именно в этой компании надо поставить цель спонсорам. Человек, который привел этого новичка, человек, который компетентнее, если сам некомпетентен, приведите его к куратору, приведите его к более компетентному человеку, чтобы новичок сумел поставить правильные цели, вот то, что я перечислила, этим пользоваться и поставить правильные цели, потому что что без поставленных целей человек не знает, куда идёт, работает-работает, он этого не видит, он этого не ценит, понимаете, поэтому обязательно надо это озвучить и обязательно надо это записать, надо обязательно взять новую тетрадку или блокнот какой-то красивый. Цели это такая вещь, друзья, я хочу вас рекомендацию дать, самое красивое, что вам понравится в магазине блокнотик, маленькое, большое, не имеет значения, вы выберите это для своих целей и отдельно возьмите блокнот, которым вы будете писать свои цели, вот отдельно, да, красивая такая разноцветная, которая вам понравится, которая вам в душе. Вы открываете и вот вы пишите там свои цели, это я для новичков говорю и для стариков, которые уже работают, да, поэтому обязательно там всё надо расписать, сейчас мы об этом будем говорить, да. Есть цели долгосрочные, например, там 10 лет или жизненные какие-то цели есть, да, в связи с детьми, в связи своего будущего бизнеса и так далее. Есть пятилетный план цели, есть годовой план, план на 6 месяцев, план на 1 месяц, план на неделю и список на каждый день. Вот смотрите сейчас, вот последнего, вот последнего надо начинать список на каждый день, если у нас этого нет, мы не поймём, что мы сегодня сделали и в конце недели не поймём этого и в конце месяца не поймём. Поэтому это должно быть расписано, обязательно должно быть расписано. Вот здесь показано, что долгосрочные и краткосрочные цели, всё мы пишем в этом блокноте, который мы составляем для себя, такую красивую блокнот, она у вас будет на всю жизнь. Если она у вас есть, значит в этом блокноте заходит, заводите уже новые цели в связи с SkyWad Community, в связи с транспортом, в связи с SkyWay, в связи с тем, для чего вы сюда пришли. Вы, значит, прибавляете в ваших блокнотах свои цели. Новые цели появились в нашей компании и вы это прибавляете туда. А если нету, значит мы покупаем, обязательно покупаем новые блокноты, красивые для нас, расписываем там год, когда мы это купили, когда мы занесли туда первые наши цели, первые предложения. И всё это остаётся от истории, когда проходит время, вы потом поймёте, что это значило. Это очень важно, да. Так что вот мечты, которые мы хотим реализовать, они должны превращаться в цели. Вот это и есть наша жизнь. Не существует человека, который не мечтает. Это никто не скажет, что у меня нет мечты. У всех есть мечты. Просто есть категория людей, которые даже не знают, что это его мечта. Даже они не понимают, что это их цель. Они знают, что хотят, но они не знают, как это назвать. Понимаете? Но у всякого человека есть мечта. Если профессионально, спонсор, куратор, тренер, коуч не имеет значения, если может он перевести его мечты в цели, он этого обязательно добьётся. Потому что у каждого человека, у кого есть мечта, и он хочет добиться этой мечты, обязательно он этого добьётся. Потому что он этого хочет. Понимаете? И вот это очень важно, очень важно вот это сделать. Вот, например, в нашей работе один месяц уделяется обучение, тренировка с новичком. Вот один месяц ему нужно уделить время. Почему-то мы говорили, что обязательно назначьте время новичку. Обязательно. И это не должно быть в месяц один раз, или в неделю один раз. Вы сами поймёте, как надо с этим человеком иметь отношения. И так тоже нельзя, что с утра до вечера только спонсор звонил и висел по телефону. Что давай ему это сделаем, давай привлекай людей, давай звони, давай. Это тоже не работает. Друзья мои, ни в коем случае нельзя дёргать человека, если он немножко посильнее по характеру. Он медленный, да? Его дёргать каждый раз, звонить и дёргать. Это тоже никак нельзя. Да, поэтому надо всё это тщательно смотреть, с кем мы имеем дело. Поэтому выучить людей, понять, что ему нужно, он какая категория людей о себе представляет. Если он очень активный такой рабочий человек, он торопится и хочет, значит, ему назначают несколько раз в неделю встречу. Да, там часами сидим и работаем. Ну, короче, вот один месяц это обучение, тренировки, работа со спонсором. Это очень важно. И вот во время этой работы иногда новички даже не чувствуют, как они доходят до квалификации. Когда они тебя слушают, вместе делайте список, вместе делайте приглашение. Вот так просто, как иногда спонтанно даже получается. Не обязательно целый список на тысячи человек сделать и потом начать работу. Нет, может быть, это даже интуитивно приходит какая-то категория, которых ты сразу хочешь пригласить. Не надо ему говорить, нет, пока подожди, надо список сделать. Нет, конечно. Это когда интуитивно что-то приходит в голову, это очень работает. Я лично на себе испытала интуития, меня не подводила пока ещё. Всё время она меняет. Интуития это очень важная. Поэтому вот эти люди, новички, когда они горячие, так сказать, новички, да, они горячие, они сразу можно вместе с ними поработать на целях, поставить, прописать всё это по числам и так далее. И вот в этот момент очень часто бывает, что они очень много людей приглашают. Сразу-сразу приглашают. Можно их пригласить на кофе, надо обязательно создать им комфортную сферу, бизнес-сферу, где он почувствует себя комфортно вместе с вами. Во-первых, он, значит, привыкает с вами работать, потому что вы до сих пор вместе не работали. На новую работу все как-то предпосабливаются на этой новой работе, и они вот привыкают к тебе, этот новички, да, он привыкает к тебе и уже чувствует твою силу, когда видит, что профессионал надеется на тебя. И когда вот эта надежда в горячей ситуации у них есть, они очень часто быстро-быстро людей приглашают. Вот этот момент вначале нельзя пропустить, когда человек готов поработать, когда человек готов пригласить, когда человек очень-очень хочет это. И знаете, почему у него такое желание? Потому что он новый инвестор, он только-только вкладывал деньги на свои инвестиции на пакет. И это очень работает, когда человек сам этого делает, у него абсолютно другой энтузиазм, потому что он победил, он поверил, он купил уже, он уже инвестор, он уже высокая категория, он гордится этим, что он это сделал. И в этой ситуации, и в этой настроении приглашение делают очень хорошо. Вот этот момент нельзя пропускать. Когда это пропустишь, этот момент, потом с этим партнёром долго-долго надо работать, звонить. Ну давай, ну давай, надо всё время вот это говорить. Поэтому не пропускайте момент, когда человек готов вместе с вами общаться и работать. И в этот момент люди становятся лидерами. И как он стал лидером? Как вы думаете, этот новичок, как так сразу они лидерами становятся? Потому что он видит, как вы это делаете. Вот почему называется в нашей тренинге дубликация. Если, правду сказать, это слово мне не очень нравится, но если посмотреть, вот именно эта дубликация, когда новичок видит, что ты активный партнёр, спонсор должен быть активный. Не дай бог, что спонсор спит, а партнёр активный. Не дай бог, значит этот партнёр тоже где-то умрёт по дороге. Поэтому я не желаю ни одного привлечённого новичка, чтобы он имел спонсора, который спит, или который очень посильный, или который сам никого не приглашает, или который сам не работает. И он просит своего спонсора, давай сделаем, давай сделаем, понимаете? Поэтому обратите внимание, всё, что делается в нашей системе, всего, чего добывается партнёр, новичок, это или лидер, или мастер, они имеют значения, они это дублицируют. Это они дублицируют даже так, что они не чувствуют, потому что их спонсоры, их верхне стоящие лидеры активные, они идут вперёд, и за собой команду ведут. И вот таким должен быть спонсор. И вот лидер стал он потому, что он привлёк людей, минимум там три человека, и этот три человек уже смотрит, что человек, который их пригласил, он сам очень-очень хочет сделать результат. Вот эти лидеры, эти люди сами захотят потом стать лидерами. Даже иногда есть вот практический опыт такой, и жизненный опыт тоже такой есть, и именно в сетевом маркетинге есть такой опыт. Даже больше тренингов работает личный пример. Если активно работает человек и на это смотрит команда, ну, конечно, если мы не все дома сидим, это в офисе происходит. Вот почему офисы работают. Вообще в сетевых компаниях офисы хорошо работают, потому что в офисах они видят, как эти лидеры активно всё это делают. Вот дублицировать там лидера очень, как сказать, очень быстро происходит. Чем сидим мы с новичком? Я ему объясняю, как он должен меня дублицировать, как он должен пригласить, как он должен, если он это всё реально видит, как я звоню, как я приглашаю, как я провожу встречу, как я обращаюсь с людьми, как я хожу, как я говорю, да, если он это всё видит, если всё видит, он быстрее становится таким же. Понимаете, он быстрее всё это делает. А когда теоретически всё это объясняешь, но он этого не видит, как ты это делаешь, ну, всё равно же, если он хочет работать, он научится, но всё равно вы всегда стараетесь, когда вы сами работаете, показываете это новичку, как вы это делаете. Вместе с ним сделайте, вместе с ним звоните. И ему помогайте, и себе помогайте. И вот, когда они становятся мастерами, наши новички, и так сказать, уже не новички, что делает мастер? Мастер – это тот человек, который минимум у него три лидера. И эти лидеры именно подражают своего спонсора, или вот лидера, который их обучает, да. Это всё можно сделать за один месяц. Вы знаете, это всё можно сделать за один месяц. А второй месяц – работа с командой уже, потому что, когда у тебя три человека, это уже команда. Если эти три становятся лидерами, это уже большая команда. Это большая, сильная команда, дорогие друзья. Обязательно надо с ними поработать. Обучите их дубликации, вовлеките их в систему. Вот то, что я говорила. Сейчас я читаю по слайду, да. Обучите дубликацию. Как обучать дубликацию? То, что я вам рассказала. Делайте сами, и они будут это повторять. Научитесь и станьте лидером в команде. Вы уже лидер, когда вы это делаете. Когда вам никто не подсказывает, никто не звонит, никто не заставляет тебя делать. И ты такая активная, обязательно у тебя появляется команда, которая подражает тебя, подражает. И вот такие команды делают большие результаты. Вот такие команды, таких лидеров делают большие результаты. Есть команды, которые, например, нет больших результатов. Ну, большинство они инвесторы, акционеры, инвесторы, да, так тоже бывает. Вы все равно себе найдите, вот я прямо говорю моим партнерам и тем, которые меня слушают, да, что вы себе найдите причину, себе найдите причину, почему ваша команда все инвестора, почему? Почему у вас нет привлечения таких людей, как вы? Вот вы активно, вы хотите работать, почему нет? Потому что они не видели вас, не видели, как вы это делаете, никогда не видели, никогда не видели, как вы звонили, никогда не видели, как вы приглашали, как вы проводите встречу, они не видели это. Вот сделайте так, вы так организуйте среду бизнеса, такую среду организуйте, чтобы ваши партнеры сумели вас увидеть, увидеть какая весельная, увидеть как вы проводите встречу, увидеть как вы приглашаете. И вот персональная сеть. Как мы должны создать персональную сеть? Если эти люди, от трёх человек начинается команда. Да, один человек тоже команда. Вот знаете, когда я начинала, у меня был один человек возле меня, друг Давид, который сказал, я тоже буду делать это дело, и даже больше дело, наверное, чем я, да. Это тоже очень большую силу имеют, когда вы двое и не одна. Это тоже важно. Не тоже, это очень важно. Простите. Это очень важно, когда ты не одна. Но если сказать на развитие системы, обязательно должно быть от трёх и выше людей. Это уже команда называется, да. Но персональную сеть, опять же, мы будем, значит, создавать персональную сеть. Если мы показываем себя, как мы умеем работать, наши люди тоже интересуются и дублицируют нас, чтобы они не остались хронически инвесторами. Понимаете? Если вы хотите, чтобы ваша команда работала, чтобы вы имели лидерскую команду. Это очень важно. И вот, дорогие друзья, куда бы ни пошли, наш главный инструмент – это список знакомых. Это список контактов незнакомых. Потому что в этом списке очень много даже чужих людей. Мы заводим, даже новых контактов заводим и так далее. И из этих список очень много будет людей, которых мы не знаем. Просто у список знакомых, у список контактов есть принцип создания, свой принцип создания. Если мы, например, хотим создать большой список контактов, мы должны на это выделить время. И это не бывает за один день. Никто не скажет, что список контактов создаётся за один день. Наоборот, она создаётся ежедневно, еженедельно или месячно. Но она создаётся, как в короткое время создаём этот список контактов, лучше, конечно. Также в наших инструментах заходят, значит, наши визитки. Ну, сейчас понятно, что визитками как будто в руки не могут ручить, но она обязательно должна быть. И ещё существует, друзья, мы делали, например, визитки, виртуальные визитки, которые мы посылаем. Это форма такая же визитка. Виртуальные пригласители мы это используем всегда. Поэтому обратите внимание, что вы это должны иметь. И вот, наше главное инструмент – это список контактов, как мы должны это составить. Обязательно мы начнём с прошлого нашего детства, кого мы знали, почему мы с ранних лет начинаем, потому что всех вспомнить. Знаете, вот когда я составляла первый список контактов, такое удовольствие я получила, вы не представляете. Я взяла свои фотографии из школы, моего детства, моих родственников. Раньше все фотографии снимали. Сейчас ещё лучше есть инструменты на Facebook и так далее. Там очень много есть таких фотографий у нас. Так что список контактов составляется. Это не трудно, но время нужно. Время нужно, чтобы его основательно сделать. Вот есть статистика, что после 40, после 35 лет у людей минимум на тысячу человек список контактов может составить. Просто он должен знать, кого ввести туда. Любые контакты с людьми. Например, мы на спорте ходим, в отпуске отдыхали, в Фейсбуке, другие социальные сети, где у нас друзья. Где-то на курсах ходили, где-то на тренингах, в университете, одноклассники наши. Мы в театры ходили, у нас есть соседи, у нас есть хобби, у нас есть семья, у нас много родственников. На концертах много ходили, у нас есть врачи, которых мы знаем, и их не врачи, и клиники, целых клиник мы знаем. Там очень много врачей. И вот так мы можем потом размножить и размножить наш список контактов. Потому что у наших друзей есть еще друзья, у наших родственников еще свои родственники. И она становится большой, большой, большой. Просто один раз, если это капитально, вот капитально сделаем и потом уже новых контактов добавляем, мы станем очень богатыми. И вы себе скажете очень большую благодарность, отблагодарите себя, чтобы всех вспомнили, все завели в этот список. И знаете, как бывает. Люди, которые мы вспомнили, завели в свой список знакомых, может даже не доходят руки до всех дозвониться. Знаете, они само собой к вам в жизни приходят. Вот так же, как наши цели, которые мы заносим, наши красивые блокноты и пишем наши цели. И как за какое-то время, например, прошел год, и мы смотрим, что мы писали год назад. Вы знаете, эти цели исполняются. Также вот этот список знакомых очень сильно работает на нашу систему. Главное, что этих людей записать в блокнот, чтобы они уже были там. Даже вспомнишь человека, но не вспомнила ты имя, фамилия. Ты можешь туда записать человека, которого я встретила где-то в магазине, покупала грибы, например. Или где-то собирали грибы в лесу, но не помню имя, фамилия. Но вы это записываете. Вы знаете, проходит время, и эти люди к вам в жизни приходят. На улице встречаетесь и так далее, и так далее. Это такой опыт. Это вы не представляете, что это значит. Главное, что этих людей вспомнить и завести в этот список. Потому что между людьми существуют такие нити, какие-то нити, которые связывают людей друг с другом. И когда вы кого-то вспоминаете, он тоже о вас вспоминает. И когда он когда-то о вас подумал, когда вы осуществите звонок, для него это не будет что-то такое новое. Потому что он о вас думал. Очень часто было у меня, когда я звонила, например, кому-то, ну по телефону пригласить. Он, знаете, очень часто был такой момент, когда, а ты знаешь, я о тебе думала. А вот в прошлый раз где-то я была тебя вспомнила. Почему это так бывает? Потому что я думала о нём, думала, понимаете. И вот проходит время, и эти люди, само собой, к вам в жизни приходят. Приходят к вам в жизни. И это ещё плюсом добавляется отношение, больше и больше становится между вами. И потом вот эти деловые отношения, эти отношения переходят в деловые отношения. Понимаете? Это очень важно сделать. Очень важно. Если у кого-то в нашей компании, наших партнёров нету список контактов, начинайте уже, начинайте уже делать эту тетрадку. Возьмите толстую тетрадку на стол, столистовые тетрадки. Возьмите и там сделайте это. И под одного человека пропустите немножко места, потому что там вы обязательно запишите какие-то комментарии о нём. Когда вы вспомните, или когда он с вами встретится случайно, или когда вы ему позвоните, или что-то, какие-то комментарии, что вас о нём даст возможность вспомнить. Понимаете? Вот эти комментарии. Поэтому по каждому, не просто список надо сделать. Вот, например, в ЗИА, Кереселизе и внизу 2-3 линии пропускать. Оставьте место для сообщения для МЗИ. Вот так надо вот этот список сделать. Это очень интересный процесс. Это даже были моменты, когда вот рассказывали, и у меня тоже был такой опыт, когда люди составляют список контактов, они иногда плачут, вспоминают кого-то, такого человека, или кого-то не стало, нету его, или что-то такое. И вот всё равно они должны быть в нашей списке, потому что они наши контакты, даже тех, которых нету на свете уже, потому что у них семья, у них дети, у них все, то, что у него осталось, и это должно быть ваше. Он же ваш контакт, он же вас знакомый был. Понимаете? Это очень, это очень серьёзная тема, и я думаю, что даже эта тема даже заслуживает отдельного тренинга, потому что у людей, которые работают в таких компаниях, где должны привлекать инвесторов, инвеститив людей, они должны понимать, что значит для них главный инструмент для этого, главный инструмент. Поэтому потом, когда вот кого-то приглашают, оформляют, 10 человек, 15, хоть там 50 человек, и обнаруживают, что они всем сказали, все знают, все отказались. Очень много партнёров иногда говорят, что никто уже не хочет, все отказывают, кто это все, кто это никто. Тысячи? Ни в коем случае. Потому что на список абсолютно вот этот большой блокнот заполнили людьми, там очень много людей, которые вообще не знают о нашем проекте. Вообще не знают о нашем проекте. Поэтому очень важно, друзья мои, обратите внимание на список контактов и начинайте его готовить. Вы получите большое удовольствие, я вам уверяю, большое, кардиозное удовольствие получите. И потом мы будем делиться этим удовольствием между собой. Мы ещё после таких тренингов, вебинаров, мы ещё встретимся обязательно в Zoom. У меня есть Zoom-зал, где мы собираемся, грузинская команда, мы туда добавим наших азербайджанских друзей. И мы будем делиться опытом, кто как сделал эти задания, кто как список составлял, кто что чувствовал. Это тоже всё пройдём, и у нас и у неё спереди. И ещё долго мы будем сотрудничать, и мы будем делиться опытом, как мы всё это одолели, сделали и так далее. Ну вот, хорошо, продвинемся вперёд, потому что всё равно уже у нас мало времени. Значит, главное, планируйте своё время. Ну, то, что мы сейчас говорим, абсолютно всё связано со временем. Потому что вот сейчас, как мы сели в пандемию, в период пандемии, дома все сидим, даже обнаружили, что мы всё время дома, мы не ходим на работе, мы не ходим, летаем в других странах и так далее. Мы сейчас обнаружили, что у нас времени нет. Представляете, как дорого это время у людей. Мы дома сидим, и у нас время нет. Не остаётся время. Вот для того, чтобы у нас всегда было время для друзей, для работы, для общения, для дружбы, для экскурсии. Чтобы у нас всегда было время, а всегда надо планировать время, и как можно много чего планировать. Вот посмотрите, какое противосостояние, или как назваться это на русском, что это значит. Посмотрите, мой личный план на неделю. Например, мы взяли график и по часам всю неделю расписываем. Если вот этот план у нас всю неделю будет расписан каждый, вот каждый вот этот, в этом списке, каждый отдел будет у нас заполнен, вы представьте себе, что у вас больше будет время. Чем больше планируем, чем больше у нас дел, чем больше у нас встречи, чем больше у нас звонки, у нас ещё больше есть время, ещё что-то туда посадить, куда-то погулять, пойти в кино или что-то. Почему это так бывает? Потому что мы реально видим, где у нас есть время и где нету его. Вот свободное, вот 12.00, вот здесь у меня свободное, да, например, я вижу, что у меня свободное время есть. Как ты посмотришь на этот график, ты сразу видишь, что у тебя время есть. Вот и здесь есть время, и там, и там, и там посчитаешь, у тебя целых 12 часов времени на всю неделю. Оказывается, у тебя время есть. А вы знаете, у вас тоже, наверное, есть такой опыт в жизни, домохозяйка, у которого есть двое детей. И этих детей водит, например, учительница и где-то на танцах, например, да. И когда ты звонишь и говоришь и приглашаешь, у неё нет времени. Нет времени. А когда досконально ты выясниваешь, вопросики даёшь, вот, например, в понедельник ты где, или в вторник, или с утра, или до вечера, ну, когда ты хочешь выяснить, почему у неё времени нет, даёшь такие вопросы, оказывается, что за день у него только танцы для дочери, надо повезти её на танцах 3 часа, а до трёх часов у неё абсолютно свободно, но у неё с утра есть такое отношение, что у неё с утра дела. Она готовится до трёх часов повезти её на танцах. Но она так понимает свою жизнь. Она заполнила весь этот свой, так сказать, день тем, что она об этом думает. И всё. Почему у людей такое положение? Почему у них никогда времени нет? Потому что у них нету вот этого. Надо сделать график. Восемь часов, это девять, это понедельник, среда, всё расписать, всю неделю, и вот повесить, и смотреть на это. И ты посмотришь, увидишь, что вот эти белые графики, графики, свободные графики, ты увидишь, сколько у тебя есть время. И когда тебе куда-то приглашают, и что-то предлагают, ты смотришь на этот график, и видишь, что у тебя время вот такое-то такое. И ты сама можешь вот это сделать. Вот видите, вот этого научить новичку обязательно нужно. Потому что иногда, ну не иногда, а часто, новички всегда дают такой ответ на задание. У меня времени не хватило, я вот звонил, звонил, и вот целый день прошёл, например, да, или встречу проводил где-то в кофе с одним человеком, а на другое время не хватило. А так получается, что это не так, потому что у него нет вот этого. Научите своих людей, научите своим новичкам и себе научите, что вот этот график обязательно надо сделать. Обязательно надо сделать и прописать всю свою вот эту неделю. Эта неделя вам приведёт до конца недели к результату. Эта неделя вам приведёт до конца месяца к результату. И самое главное, для чего это нам нужно, я вам скажу сейчас. Самое главное, это для себя надо сделать и почему. То, что мы там в графике, значит, записали, что нам надо в эту неделю сделать, то, что мы сделали, вот надо ещё один блок взять, это у нас, дорогие мои, ежедневник. Вот этот ежедневник и показывает, ты что там, вот график завели, встречу 3.00 во вторник, да, я позвонила, встреча состоялась, я пришла на встречу, навстречу встретила друга, с другом я поговорила, он что-то мне сказал, я тоже что-то сказала. И вот всё это детально мы заносим на ежедневник. Почему? Потому что мы об этом уже не должны думать. Представьте себе, то, что мы здесь пишем, то, что мы в график заносим, и мы всё это в голове держим. Мы же устаем от этого, столько информации, мы устаем от этой информации, очень-очень устаем, да. Поэтому, для того, чтобы не уставать, не перезагрузить себя, голову не перезагрузить, поэтому нужны вот эти блокноты. Мы всё кидаем туда, пишем туда и всё забываем. Просто вот утро встало, я вот, значит, взяла свой блокнот, посмотрела сегодня, друзья, 28-е. У меня что-то записано, например, дубликация в Азербайджане у меня, я об этом не думала. Я посмотрела сегодня, в котором часу у меня вот это, и заранее, конечно, посмотрела, чтобы приготовиться, и я об этом не думала целых 2 недели, и голову у меня не болело, понимаете. Поэтому, дорогие друзья, вот график, недельный график, который мы составляем, что мы делаем ежедневно, в котором часу, что мы назначаем и так далее, это деловые люди, так и живут, и так и должно быть, и ежедневники, где мы пишем каждодневную нашу работу. И для чего это нам нужно? Вот хорошо бы, если у нас обратная связь была, мне бы услышать вас, как вы думаете, для чего человеку это нужно. Знаете, для чего? Ну, это моё мнение, у вас тоже своё мнение будет. Это для того, чтобы оттенить себя, чтобы оттенить, что мы сделаем, что мы себе представляем, что мы сделали за неделю. Когда вы видите столько планов, когда вы видите столько наделанных работ, речи дневники, столько записей, вот человек сидит, записывает там красными, чёрными, когда вы всё это видите, вы понимаете, что вы деловой человек, что вы серьёзный человек, что у вас, вы реализованный человек, понимаете? И вы цените каждую вашу, вы видите и цените каждую ваше действие, потому что вы знаете, что у многих людей нет вообще этого. Загруженный график недельный. Неделю может быть одно мероприятие, и на это одно мероприятие они готовятся неделями, потому что другого нет. Вы должны увидеть себя через вот этого. Вот когда вот перелистаю я свои ежедневники уже где-то около 10 лет, у меня очень много ежедневников, я их не выбрасываю, потому что это мне воодушевляет. Там столько чего записей, столько, столько, столько. Вы не представляете, когда я вот старые блокноты вот так листаю и читаю, я так иногда смеюсь, вспоминаю, когда что за встреча была. Это есть абсолютная жизнь, абсолютно реализованная, абсолютно счастливая пара вашей жизни. И вот эти блокноты, то, что здесь отображается, это вам нужно, вам, чтобы вы поняли, кто вы. Чтобы вы поняли, что вы какой активный, как вы работаете, как вы заняты, как вы нужны людям. Вот это обязательно создаете, и как у вас остаётся свободный лист, на следующий день заполните этот лист своей работой. И вы поймёте, что вы очень серьёзно относитесь к самому себе, и что вы сильный человек, и у вас очень много сильных сторон, и что вы добьётесь всего, когда вы умеете вот это делать. То есть, понимаете, эту тему я очень-очень люблю, можно ещё много-много поговорить об этом, но давайте перейдём на следующую тему, да. Вот об этом и пишется, здесь работайте систематически. Вот систематическая работа отображается на ваших блокнотах, на ежедневниках, на графике недельную и так далее. Вот работайте систематически. Вот то, что я вам рассказывала, вот следующий слайд этого и обозначает. Планируйте своё время. Обязательно планируйте время, чтобы вы увидели, как вы свободны. Как вы свободны, сколько времени, потому что жизнь так проходит, и время так проходит, друзья, что человек не понимает, куда пошли эти годы, куда пошли эти дни. Ничего не успели, постарели уже, ничего не успели, понимаете. Но когда вы планируете своё время, каждый час, каждую минуту, ваша жизнь длиннее становится. Она длинная, длинная, она бесконечная становится. Когда у вас загружены все часы, все дни и всё интересными вещами. Когда у вас вот где-то белая такая, уголочек осталось в этом графике, да, вы захотите его тоже заполнить. Вы это обязательно захотите, понимаете. Поэтому планировать своё время – это очень важный, важный фактор нашей жизни. Вы, если запланируете свою жизнь по времени, это получится, что у вас реально жизнь длинная. А у кого этого не запланировано, она проходит, проходит, проходит очень быстро и ни к чему нам не служит. И когда вернёшься назад, получается, что я делала столько лет, ничего не делала и жизнь прошла, понимаете. Так что дайте своей жизни более смысл, много смыслей, много радости. И вот это всё вам поможет, эти инструменты обязательно для этого, да. Вот планируйте своё время, проводите личные презентации, да. Вот личные презентации тоже заводите. Обязательно находите людей в своём списке, с кем вы будете общаться. Иногда хочется общаться со всем чужими людьми. Как-то у вас такое настроение познакомиться с новыми холодными контактами. А иногда есть настроение обращаться к своим друзьям, своим родственникам, побываться у них дома или что-то. Это тоже всё идёт к нашему делу. Хоть там с родственниками общаетесь, или там с друзьями общаетесь, или гуляйте где-то в ресторане. Всё равно это деловая встреча. Это тоже заносите в ваши списки. Обязательно заносите. Проводите личные презентации. Личная презентация тоже можно считать, даже тогда, когда вот маленькую интригу оставляете у своих друзей. Когда вы собираетесь на кофе и оставляете маленькую интригу, что я работаю в такой суперкомпании, что у меня вот так-то вот существует такой инновационный транспорт, что это сейчас внедряется, а я именно в этой развитии, просто оставили интригу. Всё, это тоже презентация. Это сработает через какое-то время. Люди интересуются, и потом они очень активно вас ждут, чтобы понять до конца, что вы хотели им сказать этим. А так вы никуда их не приглашаете. Так что надо ходить и в гости, и родственникам надо ходить. И всё это заведите в свой список. Проводите личные презентации, любая встреча, любая, где вы будете говорить или просто так озвучить эту тему, или показать видео, или рассказать какую-то хорошую историю о Вианницком, или просто о транспорте, или о том, что мы были в Белоруссии, я села в этом транспорте, погуляла туда-сюда и так далее. Это тоже презентация, дорогие друзья. Вы не считаете, что презентация обязательно должна быть официальная. Здравствуйте, я сейчас вам презентацию сделаю. Нет. Всё презентация, все презентации, когда мы говорим об этой теме. Просто мы должны правильно, правильное время, правильной ситуации, правильном моменте об этом рассказать. Но не презентацию сделать, а какую-то интригу, и потом это переходит в презентацию, встречах и так далее. Так что это тоже надо обязательно. Зарегистрируйте новых людей и приглашайте их на вебинары, тренинги, презентации. Ну, если, например, регистрация для кого-то это что-то значит, и нужна им эта регистрация, чтобы там смотрели всё. Если есть такие люди, которые самому хотят зайти и всё смотреть, пожалуйста, регистрируйте. Если нет, можно просто вебинар скинуть. Вот встретились с друзьями где-то, они узнали, что я в такой-то компании. Вот вы знаете, вот сейчас мы через онлайн все работаем, да? Мы работаем через онлайн. Очень серьёзно, очень много работаем. У нас неделю два раза встречи в зуме, и ещё вот вебинары добавились. У меня нет свободного дня. Каждый день у меня есть или вебинар, или встреча, или частная встреча по онлайну и так далее, да? И люди это видят. Ко мне тоже приходят родственники, мои дети видят, невестка моя видит. И они... Вы не представляете, они понимают, что это очень загруженная работа. Наверное, мы так не работали так активно, когда мы не сидели дома. Наверное, не знаю. Вот сейчас дома мы сидим, но мы не работаем. А у людей нет дела вообще. Дома сидели, ничего делать им нечего. Они ко мне по телефону звонят. У меня времени нет. У меня конференция. Сколько они позвонят, у МЗИ конференция, у МЗИ конференция. И они уже заинтересованы. Чем это она занимается? Столько конференций и так далее. Они заходят сразу на Фейсбук, сразу смотрят, что у меня там лежит. Какая-то компания. Как вы представляете, без меня идёт презентация компании. Без меня. Потому что имидж того, что ты такая деловая, ты работаешь, и ты общаешься с людьми через онлайн. И есть у тебя аудитория. Это одно, когда ты, например, бухгалтерию в компьютере делаешь, в какой-то формате в Excel. Но есть другое, когда ты с людьми разговариваешь через онлайн. Это же аудитория. Как вы думаете, у многих людей есть общество, или окружение, или сотрудники, или ученики, или студенты, не знаю, которые оптом вот приходят на мероприятиях и тебя через онлайн слушают. Конечно, нет. Конечно, нету такого. И люди интересуются, как ты этого добиваешься. И почему добиваешься без денег и без ничего. Никто не будет сидеть у компьютера часами разговаривать. Значит, здесь оплата. Значит, здесь есть доход. Люди это догадываются, что здесь есть доход. Представляете? Вот. Вот и приглашайте их на вебинары, тренинги, презентации. Сейчас мы можем их приглашать на наши вебинары, на собственные. Вы же тоже проводите, но кто спикеры, да? Если не спикеры, вы тоже присутствуете и ваших приглашаете. Надо приглашаться обязательно и на вебинары, и на тренинги, и на презентации. На всё надо людей приглашать. Если мы эту статистику хорошо проведём, вы не представляете, каждый день будут прибавляться, прибавляться аудитория. Начинаем с пяти человек, и мы, может быть, на сто человек будем в конце июня проводить уже вебинары. И мы должны достичь до этого. Мы обязательно это достигнем, да? Добивайтесь увеличения количества людей на вебинарах. Вот видите, само собой приходят мысли во время разговора, что это для этого, к этому мы должны пойти, да? Работайте с людьми, регулярно встречайтесь с бизнес-партнёрами своих структур. Конечно, надо встречаться, конечно, надо с этими людьми. Всё время мысль на контакте. Надо дружить, надо иметь общие интересы. Только бизнес, который объединяет людей, это ничего не слушает. Знаете, только бизнес не объединяет людей. Людей объединяет отношения, людей объединяет дружба, людей объединяет общие интересы. Много чего людей объединяет. Но если ничего нет, и есть только бизнес, купить пакет, ложите деньги, давай купи, давай это сделай, давай это... Ни в коем случае эти команды, они, как на русском сказать, нездоровые отношения, наверное, нам можно назвать. Это не отношения, потому что у людей в первую очередь надо друг друга уважать, слушать друг друга, любить друг друга, дружить с друг другом. Вот это есть сплочённая команда. Не то, что нам, у нас объединяет только бизнес интересы. Ни в коем случае. Поэтому есть очень много причин, чтобы встретиться, чтобы иметь с друг друга отношения и так далее. Вот онлайн хорошо может объединить людей, потому что иногда физически передвигаться. Вот, например, в Азербайджане мы часто приезжали, но сейчас можем онлайн продолжить те же отношения, которые у нас были там, когда мы приезжали и с удовольствием и в кафе посидели, и тренинг сделали, и всё сделали. Мы можем это всё начать в онлайне. И потом это всё продолжается, продолжается. И когда ваши новички видят, какие отношения у партнёров между друг друга, у этих новичков тоже создаётся желание, чтобы у них тоже были такие команды. И они начинают мечтаться о таких командах. И вот оттуда и начинается наше публикации и развитие наших систем, дорогие друзья. Вовлекайте в обучение по сетевому маркетингу СВЦ. Да, ну, знаете, вовлекаться, это теоретически не бывает. Вовлекаться в Skyward Community и вовлекаться в нашу команду и вовлекаться во всё, что мы делаем, это только примером. Это только нашими отношениями. Это только тем, что мы будем показывать им. Если мы будем показывать такую сплочённую команду, значит, они тоже захотят и будут это повторять и повторять. Ну вот, мы перешли, опять приглашение везде у нас. Здесь очень хорошо видно, что вот три человека, которые вот большими, да, отмечены здесь, это три человека команда, которые делают своё дело, остальные повторяют за ним и продвигается и продолжается и размножается вот эта наша структура, дорогие друзья. Где вот размножение структуры, когда структура идёт в глубину, это и есть гарантия вашего бизнеса. Это самое главное. Не имеет значения, какой уровень. Главное, что она должна развиваться, размножаться. Если система размножается, идёт, идёт в глубине, не имеет значения у тебя оттуда есть начисление или нет, не имеет значения. Это и есть гарантия бизнеса, друзья мои. И у этой компании, например, да, около двухсот стран, где за пять лет у них есть вот этого размножения, так сказать, и сетевая система очень структурированная и очень большая, там уровни очень большие, да, там, не знаю, на каком уровне уже идёт сеть. Это и есть гарантия этого бизнеса. И вот когда начнётся, например, работа с продажами или акционными вот этими ситуациями, вот мы потом почувствуем, как будет срабатывалась вот эта система. Система, которая у тебя есть личная система, личная команда и так далее. Вот тогда вы почувствуете, что значит команда, когда двигается, так сказать, двигается и не останавливается, да. Хорошо, вот мы перешли к этой теме, что мы должны иметь друг с другом не только бизнес-отношения, но взаимопонимание. Это начинается именно тогда, когда с человеком ты начинаешь работать. Конечно, от спонсора много чего зависит. Я сказала уже, но ещё повторюсь, что можно, надо создавать бизнес-среду, которая даст комфортное состояние и твоему партнёру, и тебе. Это обязательно. Вот в Грузии, я опять хочу пример привести, всегда мы стараемся, наша команда, чтобы вот эту среду всегда создавали. И сейчас создаём. Сейчас мы в онлайн создали себе бизнес-среду, вот в зуме собираемся, у нас есть очень много вопросов между собой, разговариваем, даже просто так собираемся. Не обязательно, что мы о бизнесе говорили, и просто так собираемся, день рождения, друг друга поздравляли. Это есть, друзья мои, среда, которая даёт комфортное положение любому партнёру, любому человеку. Вот это комфортное положение и даёт, начиная с первого встречи, человек, который хочет узнать о компании, услышать презентацию от вас. Создайте эту среду. Заботьтесь о том, чтобы была комфортная ситуация. Ну, не знаю, это кафе будет, онлайн будет или офис будет, что будет, обязательно заботьтесь. Не думайте только о том, как мне сейчас ему рассказать, что ему понравился какой-то большой показ, чтобы он взял. Не думайте об этом. Вы создавайте комфорт для себя. Вы создавайте комфорт для рабочей обстановки. Вот пришли на встречу, да, человек должен прийти, вы думаете, что вот этот момент, этот один час, для вас было комфортно, для вас было. И для него это будет так же. Не надо думать в этот момент, сейчас я его оформлю или не оформлю, я сумею его оформить или не сумею оформить. Понимаете, вот этого создать надо, чтобы он почувствовал, что у вас всё это от сердца исходит, понимаете. Вот так, дорогие мои, что бы мы ни говорили, куда бы ни пошли, сколько бы мы ни, значит, планировали, какая будет встреча, деловая или такая, или так-сякая, всё начинается эффектом, этикетом разговора с телефоном. Если мы какие-то вещи не понимаем, как по телефону разговаривать, я вначале сказала, ещё вот в конце я повторюсь, что всё начинается с первого звонка. Есть рекомендация сделать шаблон разговора, вот здесь есть рекомендация такая от компании, что можно создать шаблон, здравствуйте, вот с холодными контактами мы работаем сейчас с лидами в интернете, и там есть у нас шаблоны. Вот вы понимаете, в чём дело. Вот этот шаблон у меня лежит, например, с лидами, ну лиды это холодный контакт через социальных сетей, да, ни с какими лидами, с этими шаблонами я не могла работать, потому что вот этот шаблон как-то меня ограничивает. Я не могу понять этого человека, когда я смотрю на шаблон. Это на ваш выбор. Если у вас нет никаких навыков поговорить, пригласить человека по телефону, можно создать заранее какой-то шаблон и с этим говорить. Но если мы работаем список знакомых контактов, с ними шаблон не думаю, что пойдёт, потому что у каждого человека есть свой подход. Никак нельзя разговаривать, например, с родственником по шаблону или с друзьями по шаблону. Каждый человек всё равно же, в скобках скажу, требует своего подхода. Это мы должны чувствовать. Просто в практике вы это научитесь. Один раз позвоним, другой, третий раз, что-то плохой ответ мы услышим, кто-то нет услышим, что-то, может быть, кто-то и накричит на нас, не знаю, такого тоже бывало, да. И всё это вас закаливает, вот закаливает. И вы понимаете, что вы становитесь профессиональным уратором, когда вы разговариваете потом, понимаете. Поэтому я не согласна работать с шаблонами. Я согласна человеческому отношению. Надо, когда телефон берёте в руку, надо очень хорошо слушать, что он говорит. И первое то, что у него есть время или нет, это обязательно приветствие и есть 2-3 минуты или нет. Если 2-3 минуты тебе не хватит на приглашение, может быть, это приглашение даже не состоится. Просто мы приветствуем, поймём, где, что, как она, и потом мы на следующей неделе, на следующий звонок планируем его приглашение. И не обязательно на каждый звонок было, чтобы было приглашение. Самое главное понять, с кем мы говорим, что мы хотим и что он хочет, и что для него приоритетно, если можно это по телефону узнать. Много чего можно, можно и по телефону, да. Есть вот рекомендация говорить медленно и чётко, это правильно. Иногда эмоция переваршивает, так сказать, во время разговора, и человек оттуда слышит только какую-то эмоцию, какой-то крик голоса, и не понимает, за что ты звонишь, что ты хочешь. Поэтому это очень важно, соблюдать вот этот этикет медленно и чётко говорить, медленно и чётко, и не надо никуда торопиться, дорогие мои. И мы должны допустить, что даже близкие наши люди, даже близкие друзья могут нам ответить на что-то нет. Вежливо сказать спасибо, не надо, мне это не нужно, и вот это нет, вот это отказ, вы должны быть для этого готовы, потому что ни в коем случае, сколько знаков мы делаем, ни в коем случае все не соглашаются, и не надо, чтобы все соглашались. Мы вначале отметили, что люди, которые заходят в компанию Skyward Community, люди, которые становятся инвесторами инновационного транспорта Skyway, люди, которые знают Юницкого, люди, которые поддерживают его историю, они знают его историю, они всё это знают. Это другие люди, дорогие мои. И вот этот список контактов, который может быть там тысячи человек, это не значит, что оттуда все должны сказать «да». Потому что из всех этих моих друзей, например, или из всех этих моих контактов, не все на таком уровне понять, что наша компания, понять, что такое инновационный транспорт, понять, кто мы, понять, что такое инвестор, понять мышление наше. Не все так. Вы должны понять одно, что вы на высоком уровне являетесь уже инвестором, и эти люди вас не догоняют. И хоть они там сто нет скажут, или сто раз скажут «спасибо, не надо ваше приглашение», я не могу, я не приду, я не хочу, они отказывают себя. И они остаются без развития, без продвижения и без этого информации, которую вы ему предлагаете. Это даже можно не обижаться, а жаль. Вот мне становится иногда жаль человеку, когда он вообще не подпускает к себе никакую новую информацию. Как можно сегодня не подпускать эту информацию к себе, когда весь мир об этом сейчас говорит, что экология, что все меняется, что начинается новая жизнь. И в этом новом жизни кто эти люди, где мы будем? Где мы будем в этой новой жизни? Мы будем внедрять все новое. И кто-то, какая-то категория, наверное, 80%, дорогие мои, они будут в прошлом, они будут плакать опять на прошлом. Так или иначе, на планете сейчас все меняется. Или ты меняешься вместе со временем, меняешься и развиваешься, и принимаешь то, что тебе даёт вот эта планета. Или догоняешь что-то, или выучишь что-то новое, и ты живёшь с новыми мечтами и с новыми целями. Или ты остаёшься, вот говорят очень часто по телевидению, до пандемии, после пандемии. Ну не знаю, эта пандемия реальна или нет, но не имеет значения. Разделение, естественно, происходит. Вот это разделение мышления, разделение людей, разделение пространства, разделение экологии. Всё вот сейчас происходит. Так что, если мы будем активно жить и продвигаться, будем, так сказать, в информации всех новостей, чтобы мы ничего не пропустили, ни в чём не ошиблись, друзья мои дорогие. И кто-то будет со страхом или не знал, что не нужно мне новое, ничего, останется в прошлом и всё время в депрессии будет проводить все те годы, которые впереди у нас ждёт. Так что это тоже очень важно обратить внимание, дорогие мои. И вот по телефону, что бы они нам ни ответили, кто бы они ни были, друзья или плохие или хорошие, не имеет значения. Раз мы звоним, значит, нам нужно было им позвонить. Обязательно всё заканчивается вежливо. Ни в коем случае не надо человеку что-то сказать такое, чтобы он впал в какую-то депрессию. Но наоборот, похвалите, чему они заняты, похвалите даже на нет. Они сказали вам, нет, мне этого не нужно. Нет, я не хочу, даже самые близкие, может быть, откажутся от встречи и от ваших предложений. Но даже на этот нет, вы отвечаете вежливостью, с приветствием, с добротой и желайте успехов обязательно в своих делах, которые у них есть. И после разговора также, как закончился разговор по телефону, может быть, он что-то попросил вам. Во время разговора иногда мы пропускаем эти информации. Например, кто-то сказал, а пришлите мне информацию, а где можно, а где это искать? Это в Ютубе. А иногда вот так говорят, я пойду в Ютубе и узнаю, потом поговорим. Да, он пойдет поищет, или поищет, или нет, но все равно он же сказал вот эту информацию. Он не попросил вас прислать видеоматериал, он ничего вас не попросил. Но он сказал, что я поищу, посмотрю, он же такой крутой, он по Ютубе полазит и посмотрит. Да, может быть, это сделает, но вы, раз он это сказал, именно с Ютубе берете видеоматериал и посылаете ему, говорите. Чтобы тебе не утверждалось, вот Ютубе материал. Через этих материалов он еще на другие материалы выйдет. Но то, что он сказал, не попросил, но он просто сказал, что я найду материал. Да, ну вот, вы найдете и отошлите, да. Обязательно, а если что-то вы обещали, обязательно, что обещали, обязательно дайте этому человеку. Там письмо на электронную почту или что-то, не знаю, да. Ну вот, сколько бы вы ни говорили, говорили теоретически, эта практика нам даст абсолютно все. Начнем практике это сделать, начнем это в жизни осуществлять, и мы поймем, что у нас все получается. Потому что, сколько бы мы ни говорили между собой, ни давали друг другу вот этих вопросов, все надо практике. Практике надо почувствовать, когда нам скажут нет, практике надо почувствовать, когда нам скажут да. Сколько бы нет, мы не говорили на тренингах, тебе скажут 100 нет и один да. Ну что, это теория. Есть люди, которые от одного звонка одного оформляют, из десяти девять оформляют, или из десяти десять. Все бывает в жизни. Поэтому у каждого человека есть свой шарм, у каждого человека есть свой подход, понимаете. И поэтому надо все практиковать на себя, надо все это пройти, чтобы сказать, что ты сумела в этой компании работать или не сумела, или все равно, все равно надо практиковать все, да. Ну здесь я прохожу эти закрытые, открытые вопросы, это все, дорогие мои, относительно к тому, о чем я сейчас говорю, и слушать клиенту. Вот слушать клиент, когда по телефону ты с кем-то говоришь, конечно, надо слушать. Но очень часто люди этого не делают. Они слушают себя, они волнуются, что я сейчас скажу, что я сейчас скажу, и они не слушают, что он говорит, да. Вот просто озвучил, я поищу, я посмотрю, да, вот такое. Ну да, посмотрел, потом еще позвонили, потом что-то еще, да. И вот все идет к тому, и все идет к тому, друзья, что... Простите, телефон включился. Да. И все идет к тому, что мы должны назначить уже коммерческую беседу. Значит, человек заинтересован, он посмотрел все и так далее, и так далее. Ну и к чему все это идет? Это идет уже договору, что коммерческая беседа по продаже, это уже значит, человек приходит на встречу, на деловую встречу. Вы уже все прошли, все проговорили, и там надо решать, что ему выбрать. Инвестицию выбрать, работу выбрать, что выбрать, или все выбрать, или как выбрать. Вот, короче, вот эта конкретика, которая, значит, и эта конкретика, которая у вас уже все выяснили, и надо на встречу прийти, и уже конкретно все определить. То есть туда мы приходим в другом имидже, конечно, ну как в другом официальном имидже, это уже говорит о компании, ваш внешний вид, это уже официальная компания, как выглядит, как вы там поступаете, как вы сидите, как вы разговариваете. И вот этот имидж обязательно надо посмотреть себе в зеркале, конечно, да, и давайте перейдем к концу нашего разговора, как мы завершаем вот эти сделки, да. Давайте я вам прямо прочту вот этот слайд, 7 шагов для успешной продажи. Ну да, есть шаблон 7 шагов, но есть еще другой индивидуальный подход. Вот, это тоже обязательно учтите, это не надо, так сказать, зазубрить и так сделать, но все равно же шаблон это то, что везде работает. Показать вашему клиенту, что инвестиция в проект является разумной и значимой, ну, конечно, это надо показать, да. Расскажите своему клиенту о достоверности, как клиент может безопасно инвестировать, конечно, это надо сделать, конечно, это и требует, потому он пришел, сел и слушает меня, да. Задавайте вопросы о потребностях клиента, узнайте, что он действительно хочет, об этом мы еще вначале разговаривали, да. Конечно, это не только в конце, но мы сначала это делаем, его потребности надо выявить, но в конце тоже, конечно, здесь уже касательно о конкретном решении идет вот эта потребность, о конкретном решении инвестиции. Суммируйте несколько преимуществ пакетов, плюс опишите свое видение проекта. Обязательно надо передать человеку свое видение проекта и потом ему раскрыть вот это видение. Вопросы, это вам интересно, как возможность больше подходит для вас, какая возможность больше подходит для вас, план рассрочки или прямые одновременные инвестиции, закрытые вопросы и так далее. Это что значит? Эти вопросы, которые человеку уже приводим, он рассрочку хочет, он хочет инвестировать, он хочет работать. Вот все эти вопросы, как раз этот деловой встречу, который уже решается, решает этот человек свою судьбу, как связаться с Skyway Community и с транспортом, или с инвестициями, или и так далее, и так далее. Выясните для себя финансовые возможности вашего клиента. Проясните ему возможность очередного этапа развития проекта в компанию. Ну, конечно, финансовая возможность. Мы не спрашиваем, сколько у вас есть денег и так далее, но во время разговора есть такой этический подход, которым нам можно понять, какое решение он примет. Чтобы человек сидит, ему не может инвестировать тысячу долларов, а мы там на сто тысячи говорим. Или наоборот, пришел серьезный инвестор, он не кричит, что он такой крутой, может быть, вы знаете, что он бизнесмен, но больше две тысячи долларов вы не проходите. А так он, может быть, инвестируется сто и сто пятьдесят тысяч. Это уже в практике, когда вы вот эти открытые вопросы даете, вы уже понимаете, что он себе представляет, что он хочет, куда он идет и какой он будет делать, так сказать, инвестиции. Опишите шаги по регистрации. Почему? Вот это мне очень нравится. Опишите шаги по регистрации. Давайте начнем. Что значит опишите шаги? Когда человеку говоришь, давай регистрируемся, вот это слово регистрация иногда на людей не очень хорошо влияет. Кому-то это не нравится, это слово и так далее. Поэтому вы, не слово регистрацию надо дать ему, давайте регистрироваться, а описать, что такое регистрация. И знаете, вот вы говорите, вот, например, вы получили от компании вот какое-то письмо, потом вы должны туда зайти и сделать вот это, надо накликать на эту ссылку, надо записать свой имел, телефон, вот это, вот это. Потом вам откроется какая-то платформа, вы заходите на эту платформу, вот всё это то, что обозначает регистрация, вы это рассказываете, вы это рассказываете, что это такое, понимаете, и это абсолютно по-другому показывает эту вашу регистрацию. А когда вы просто говорите слово, давайте регистрируемся, давайте зарегистрируйтесь, давайте у вас паспорт, давайте я вас буду регистрировать, вот это регистрировать, зарегистрируйте, это совсем другое для этого клиента. А когда вы описываете эти шаги, регистрацию описываете, рассказываете как рассказ, это абсолютно другой подход. Вы понимаете, здесь в седьмом пункте, что положено вот здесь. Очень интересно, очень интересно, вот, например, коммерческая беседа. Что такое коммерческая беседа, да? В принципе, в принципе, что значит коммерческая беседа? Краткая, чёткая, короткими словами надо говорить. Вот, например, структура, доведение, первоначальный контакт, вот здесь, что здесь говорит Камбаря? Введение, первоначальный контакт, применение приёмов вызывающих, выяснить потребности клиента, вопросы, слушайте клиента, вот подсказывать, что надо делать. Предлагайте решения, это ваши предложения, когда вы с ним говорите, аргументы приводите, работа с возражениями. Сразу же вот какой-то вопрос у него, какой-то это, сразу вы отвечаете на возражение, фокусом на потребности на клиента, техника закрытых вопросов, суммировать ключевых факторов и так далее. Вот это то, что вот здесь даёт компания, это он описывает, так сказать, короткое содержание в этот момент, на эту встречу, как вы поступаете, когда, о чём говорите, откуда начинаете, где заканчиваете. И вот это всё, а он показывает, как она должна выглядеть, вот эта деловая встреча, да. И вот, техника закрытия, каждое собеседование по продажам приводит к решению вашего клиента. Не боитесь предлагать бизнес. Мы об этом говорили. Да, не надо бояться предлагать бизнес. Когда мы уже знаем, с кем говорим, конечно, мы можем это сказать. Даже инвесторы, крупным инвесторам, я подсказывала, что у компании есть программа, которая позволяет привлекать такие же крупные инвестиции, как вы сделали. И от этого компания вам даёт серьёзный процент. И знаете, вот даже крупным инвесторам это нравится, потому что он раз вложил, он же точно знает, что такое же вложение сделает кто-то другой, его друг или партнёр по бизнесу. Поэтому мы не предлагаем бизнес прямо, потому что он большой бизнесмен, например, но мы предлагаем вот эти проценты, вот эти доходы, проценты. Почему же нет, да? Поэтому здесь не надо прямо понимать, предлагать бизнес, привлекать людей, сделать список. Этого не нужно всегда. Но кто хочет работать, начиная с нуля, для них вот эти тренинги, конечно, нужно, но есть крупные инвестора, которым надо намекнуть, что то, что вы сделали, это может сделать и другие. И это очень важно, это поддержка большой глобального проекта, чтобы она быстро развивалась, чтобы она развивалась в разных странах, чтобы она строилась в разных странах и так далее. Очень много предложений, которые заинтересуют именно этому крупному инвестору привлекать других крупных инвестиций. И это тоже бизнес. Просто им не нужно это вот сказать, что это бизнес. Понимаете? Вот это важно, вот этот подход, да? Прямой вопрос, проверка интереса клиента. Как вам нравится наш проект? Можем ли мы провести регистрацию? Как мы начнем сотрудничество? Ну, мы об этом уже говорили. У меня есть свой подход к этому. Я вам это уже объяснила. Это уже значит, что ваш клиент приходит, так скажем, сделка уже завершается, да? Есть еще альтернативные вопросы. Предлагайте два варианта всегда, когда... Ну, здесь два варианта, как крупно инвестировать или по рассрочке инвестировать. Всегда есть на один вопрос два варианта. Всегда на любой вопрос можно сделать два варианта. Два. И всегда это два варианта. Всегда представьте человеку, чтобы был выбор. Но обе варианта это решение. Обе варианта это да. Да. Понимаете? Вы даете такие два варианта, которые уже дают... И одна, и другая дает ответ «да». Да? И как вы должны... Вот здесь очень хорошо написано. Как вы должны дать вот такой вопрос? Вопрос с ответом «да». После каждого такого вопроса клиент дает свое подтверждение «да». Значит, вы должны дать такой вопрос, чтобы он подтвердил вам «да». Один рассказал «да», второй рассказал «да», третий рассказал «да». И он уже уверенный в своей решении. Понимаете? Как я помню, вам понравился вариант такой-то «да». Да, он скажет. Вы дали свое согласие по поводу этого пакета, например, да? Да. Понимаете? Вы всегда с клиентом разговариваете так, что добиваетесь его «да». Он уже согласен, он уже пришел, он уже хочет инвестицировать, он уже готовый. Вы не боитесь этого. Вы, когда говорите «да», он тоже «да», согласие дает, да? И вот это «да» очень большой, так сказать, очень большой результат дает, когда человек говорит слово «да». Он себе говорит «да», он себя утверждает, что он правильно решил. Да, он себе говорит «да», я правильно решил. А вы помогаете повести человеку к этому. Да, я правильно решил. Во время продажи, во время разговора, во время приглашения, во время встречи не имеет значения, всегда должно быть позитивное, эмоциональное, энергичное положение у человека. Это можно и создавать, это можно, если мы не в духе, если мы не на настроении, если у нас что-то болит, голова, зубы или что-то, ни в коем случае не назначаем встречи, ни в коем случае не звоним, всегда должно быть позитивное, эмоциональное, такая энергичная ситуация. У нас внутренняя ситуация должна быть такой. Если у меня сегодня звонки, но я что-то не в духе, да, я включаю музыку, то, которое вы любите, ну то, что вас подбадривает, может быть, ребёнок, может быть, внучки, может быть, маленький ребёнок, поласкайте его, вы придёте в настроение, и вы уже можете звонить и эмоционально говорить с другим. Или включите музыку, потанцуйте. Музыка всегда человека приводит в настроение. У меня было в практике в жизни, когда под музыку я даже звонила. И я любила такие темпераментные музыки, я всегда включала и потом звонила. И она всегда срабатывала. Потому что в телефоне, когда человек тебе звонит, всегда чувствуется его настроение. И это передаётся. Даже если плохое настроение у тебя, и ты возьмёшь телефон, и у тебя кто-то там в позитивном ноте, кто-то с тобой говорит, ты тоже сразу приходишь в себя, так сказать. Поэтому всегда отслеживайте свой характер, своё настроение. И поддерживайте себя, чтобы была всегда позитивная ситуация у вас. И в таком ситуации, в таком настроении надо работать. Это наше дело требует именно такую ситуацию. Что мне ещё вам рассказать, уже не знаю. С стратегией успешных последующих действий. Деньги приходят тогда, когда доверие клиентов растёт. Друзья мои, доверие людей растёт, если вот просто одним словом сказать, когда человек искренний. Когда человек искренне говорит, когда ничего не выдумываем, когда ничего не придумываем, когда ничего не создаём насильно. Поэтому я бы пожелала всем партнёрам, что вы были искренни со своими клиентами. Обязательно. Если у вас внутреннее положение такое, вы радостные, вы счастливы, вы знаете, что сильные, вы инвестор опять же, вы сильный человек, у вас большой капитал, потому что вы уже купили эти акции. Вы сильные. Вы можете поддержать других, вы можете помочь другим. Помочь. Они хотят помощи, но нет возможности, да? Вы должны понять, что им нужна помощь, да? Если у человека есть вот такое настроение, он искренний. Насильная искренность не вызовешь. Вот просто я хочу быть искренним, я с вами искренне говорю. Нет такого. Вы это должны чувствовать внутренне. Вы поработаете над собой, и у вас всё получится. Потому что искренность – это самое-самое-самое главное, что работает в нашей деле. Вы должны верить в свою работу, вы должны верить в свои инвестиции, вы должны верить в свою силу, вы должны верить в своё знание, вы должны верить в себя. И потом вы искренне будете говорить об этом, и ваши клиенты будут в восторге от вас. И вот те навыки и те моменты, которые я рассказала, ещё больше и больше есть. Мы на других тренингах ещё больше будем говорить об этом. Это всё надо учесть. Но если вы хотите, чтобы научиться именно правильно, красиво работать, с удовольствием работать, вот это самое главное, что вы должны работать с удовольствием. Эта работа не то, что заставляет кто-то нас работать здесь. Нет. Это надо делать, это делать с удовольствием, с нашими мечтами, с нашими видениями на будущее, наши видения и мечты будущей наших детей. Мы же это видим, что завтра, послезавтра это всё сбудется. Вот с таким положением, с такими искренностью, с такой силой я вам желаю, чтобы в этой компании, в вашем деле, кто решил сделать этот бизнес, чтобы она была очень-очень сильная, ваше желание добиться ваших целей, ваших больших результатов. Я вам желаю этого, очень-очень желаю, и хочу, чтобы вам помочь достичь этих целей вместе с нами. Я всё сделаю для того, чтобы обучить вас к этому, то, что есть у меня практика, то, что есть у меня результаты за 10 лет работы в компаниях, да, и 3 года работы в Skyway Community Capital, который называлось, да, и вот это всё я могу вам передать. Так что до следующих встреч. Большое благодарность, что вы меня послушали, целых 2 часа я говорю. Да, я вообще люблю интерактивную работу, поэтому Zoom больше мне нравится, но ничего, Верополис тоже эта компания нам предложила эту платформу, и очень хорошо она работает. Так что до следующих встреч, дорогие друзья. Следующий вебинар будет объявление на платформе. Смотрите всегда на платформе. Весь июнь запланирован. Спасибо за внимание. До свидания, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok